Уральский федеральный университет посетили эксперты для того, чтобы проверить готовность вуза к проведению международного турнира юных физиков. Команда школьников Сун-Сурфу продемонстрировала экспериментальные этапы решения типичных задач турнира. На турнире юных физиков есть список из 17 задач, и наша команда из пяти человек выбирает каждый человек себе задачу. Здесь я моделирую поведение шарика в маленькие моменты времени, и затем компьютер просто считает, как он себя будет вести в последующем. Одна из задач турнира юных физиков, в которой требуется исследовать явление, где у нас на проводящей пластине слой масла, и над ним располагается иголка. Подается высокое напряжение, и мы можем видеть цветообразную структуру. Они приходят и делают эксперименты, это два раза в неделю сейчас. Но кроме этого, они же занимаются дома достаточно много. Когда придет уже время непосредственно перед российским турниром, я думаю, что это будет где-то половина недели, они будут заниматься только турниром. Я выбрал задачу номер 13 бумажной тиски. Суть задачи в следующем. Если у нас есть две книжки, и мы будем их переплетать данным образом, то есть листочек одной, листочек другой, листочек одной, листочек другой, то потом, когда мы при большом количестве листов, когда мы попробуем их раздвинуть, то у нас ничего не выйдет из-за того, что как раз-таки будет сила очень сильно увеличиваться. Каждый человек может написать разную теорию, и, возможно, все эти теории будут согласоваться с экспериментами. Вопрос в другом, насколько он это правильно рассказал, правильно показал, и именно доказал, что эксперимент освоится с его теорией. На турнире участники должны защитить свое решение и в дискуссиях доказать его под четким наблюдением судей. Это действительно настоящая жизнь науки, где никто не скажет, какое решение является самым правильным. В дискуссиях они должны найти самое лучшее решение. Во многих странах есть национальные турниры юных физиков. В частности, такой турнир ежегодно проводится в Российской Федерации. В марте этого года он будет у нас в Екатеринбурге на базе специализированного учебно-научного центра. После проведения национальных турниров становятся понятны команды, которые будут представлять страны на международном турнире юных физиков. Школьники в старших классах будут соревноваться в умении решать сложные исследовательские проблемы, а затем отстаивать свои решения в научных дискуссиях. Международный турнир юных физиков пройдет в Уральском федеральном университете летом следующего года. В фактовом зале Уральского федерального университета собралось много людей. Здесь проходит дебют первокурсника 2015. На сцене выступают лучшие команды от университета. Они никогда не пересекались. Каждый из них боролся с тьмой невежества. Сначала мы показали борьбу двух университетов, когда технари и гуманитарии. Гуманитарии были разрисованы белой краской, технари черной, как свет и тьма, но мы хотели отнести этот стереотип. Потом показали любовь. Это была танго у нас, как мы уже сошлись с ними. Потом свет сошел в сердца людей. Цитаты из сценария. Когда мы показали световое шоу. Дети мои, я собрал вас, чтобы сказать, что я уже слишком стар, и мне нужно уйти на заслуженный отдых. Отец, нет, ты глава нашей семьи, Дон Урфу! Мы не ходим к другому Дону! Я люблю университет, мой прекраснейший, я учиться, трудиться, готовь всегда ради будущего своей страны. Ну а самое главное – это суда. Урфу – это как Дон Карлеона, который собирается на пенсию, и дети его уговаривают остаться. И то есть мы показываем возможности нашего института, и почему он не должен уходить. У каждого члена жюри свой протокол, в котором он выставлял оценочки, потом делается сводный протокол, в котором эти оценочки вписывались, и чисто математически подсчитывался победитель. Спор был по поводу второго и третьего места. Несмотря на такое нарушение со стороны групп, это нарушение лимита времени. Но жюри было очень доброе, и решили не принимать этого внимания. Первое место в конкурсе художественной самодеятельности и академический групп первого курса занял ремния лимита времени. Это просто! Просто не объяснить, просто только орать, кричать, рвать на себя. Очень много эмоций. Мы долго к этому шли, мы очень много тренировались, это все стоило вот этого всего. Участники конкурса получили призы за лучшую шутку, спецэффект, дружный коллектив и многие другие. Лучшим дебютантом 2015 года Уральского федерального университета, по мнению жюри, стал Институт материаловедения и металлургии. Кто бы мог подумать, что даже ночью в манеже Уральского федерального университета кипит жизнь. Представители отрядного движения собрались здесь для того, чтобы продемонстрировать свои физические возможности, проявить командный дух и, конечно же, весело провести время. Все это большие гонки студенческих отрядов Уральского федерального. Ровно год назад мы провели первые большие гонки, ребятам очень сильно понравилось и решили сделать это мероприятие традиционное. Это нужно для сплочения, для развития, чтобы они все познакомились, дружили все вместе. Конкурс, он, по-моему, называется «Песок». Суть была в том, что надо было найти ключ. Он где-то, говорит, в песке. И вот участвовали два человека, один с лопатой, а другой разгребал песок руками. Ну так, конкурс сложный довольно-таки, я очень устал, дышаться не могу. Кроссовки полны песка. Сначала ребята бегают и собирают ключи, бегая по этапам. Потом они будут бегать собирать подсказки. И только потом, когда они отгадают слово с помощью этих подсказок, они побегут по всем этим замечательным модулям и горкам, чтобы потом выстроить слово и попасть в сокровищницу, и добыть эти так называемые сокровища, золото. Возможно познакомиться с молодыми ребятами, которые в следующем году, возможно, станут комсоставами, с которыми нам придется работать. С этой стороны у меня расположены кирпичи. Это целинные значки. Они выдаются каждый год за пройденную целину, то есть трудовой семестр, который мы отрабатываем летом. Ниже у меня расположены значки принадлежности к моему отряду. Здесь у меня три значка. Юбилейные значки, тоже традиция наших отрядов. Скоро рассвет, а силы все не покидает, ребят. Это была невероятно активная ночь. Добыть все ключи, пробежать 100-метровку, пройти все испытания они смогли. Три лучшие команды и 10 самых активных кандидатов нашли свои награды. Ставшие уже традиционным конкурсом летних практик студенты факультета журналистики каждый раз ждут с особым волнением. В этом году за главный приз боролись 24 студента по направлению телевидения и радио и 31 по направлению периодическая печать. Лучшие скоро получат свою нику. Мне очень приятно это объявлять, потому что победитель в номинации «Специальный проект на ТВ» это Ирина Шутико. Первый курс магистратуры. Вот эта Ника, она стала у меня уже третья. У меня на самом деле уже целая полочка для призов. Вот она займет у меня почетное третье место. Да, я каждый год, поскольку учусь в журфаке, каждый год принимаю участие в конкурсе практик. С первого же курса выигрывала. Не знаю почему, это как-то так само собой получается, но скажу одно. Это настраивает на учебу, это настраивает на победу, это стимул работать, учиться дальше. Главное, конечно же, это самостоятельность, потому что все равно, когда студент приходит в редакцию, он как-то теряется, а когда он проявляет себя и предлагает сам тему, сам их отрабатывает, несмотря на то, что все постоянно бегают, все заняты, ребята пытаются. Трудолюбие, усердие, наше все, и я думаю, что это решающий фактор. Побитная в номинации «Универсальный журналист» становится Павел Завьялов. Спасибо. Я очень обрадовался, мне было немного неудобно перед девчонками, которые стояли рядом. Я проходил практику в пресс-службе футбольного клуба «Урал». Там я уже работаю третий год, после первого курса я прошел там практику, и так и остался. Победитель в номинации «Информационный сюжет на телевидении» побеждает Михаил Волокитин. Курсы разные, но комиссия убирает по качеству произведенного продукта. Второй курс может сделать иногда не хуже четвертого курса. Огромное количество выпусков сделали там сюжеты. Если бы все публикации в одну газету, я не знаю, какого бы она объема была, если бы все сюжеты в один новостной выпуск, то он бы, я думаю, занимал сутки, а то и больше. Не вышли без задержки, на утро, как всегда, известие и правда, и красная звезда. Конкурс летних практик 2015 подошел к концу. Лучшие студенты этого года получили свои призы. Тем же, кто остался без наград, организаторы советуют не отчаиваться, а сделать все возможное, чтобы стать лучшими в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова